2 ноября жители всех поселений, собравшихся в ДК районного центра, поздравили гости с 92-й годовщиной со дня образования Верхнеуральского района. В этот праздничный день желаю жителям Верхнеуральского района не терять жизненного оптимизма, веры и веры в свою малую родину. Крепкого вам здоровья, добра, мира и взаимопонимания в семьях. Губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубовский. А я вот сегодня и вчера вспоминал замечательного человека, родившегося в Ханты-Мансийске, но всю жизнь прожившего Верхнеуральский. Геннадия Константиновича Шабанова. Ему 78 лет было в этом году, с 40-го года, его уже 4 годика с нами нет. Я вспоминаю, как он всегда одевал телянки в своей гармошке и пел замечательную песню. Плыл по городу запах сиреней, да чего ж ты была красива, я твои целовал колени и судьбе говорил спасибо. И в его живом исполнении с гармошкой эта песня для меня была как гимном, народный гимном Верхнеуральского района. Глава муниципалитета Сергей Айбулатов выступил с небольшим докладом об итогах текущего года и перспективных планах. В планах у нас много работы по объектам, проекты которых уже на стадии готовности. Это и строительство школ в городе Верхнеуральске, новые спортивные сооружения для хоккеистов, газификация, спаска, водорожные работы в рамках магнитогорской агломерации и многое другое. Подчетным гражданином 2018 года стал Закария Гибадуллин, генеральный директор училинского горно-обогатительного комбината. Закария Равгатович награжден грамотами и наградами федерального и республиканского уровней. Имеет звание лучший менеджер Уральской горно-металлургической компании, заслуженный шахтер Республики Башкортостан и заслуженный шахтер Российской Федерации. Вносит вклад в развитие социальных объектов межозерного поселения. Начал я свою биографию здесь, в поселке Межозерный, в 1983 году, закончив Магнитогорский горно-металлургический институт. Спасибо Верхнеуральской земле, спасибо вам всем. С этого года премия почетному гражданину увеличена до 20 тысяч рублей. Звание за заслуги и премию в размере 10 тысяч рублей получили Любовь Ротникова, заведующая детским садом «Солнышко» села Форштадт. Лидия Власенко, учитель химии и биологии Степнинской школы. Николай Целищев, активный член городского совета ветеранов. 25 лет работал на маслосорзаводе. Мария Малахова, член городского совета ветеранов и союза пенсионеров. Занимала должность заместителя главы города Верхнеуральска. Алим Ямалов, тренер хоккейного клуба «Майнер». Его воспитанники – чемпионы области, бронзовые и серебряные призеры Всероссийского турнира «Золотая шайба» в Московской области. ПЕСНЯ Награды Министерства спорта Российской Федерации, почетные грамоты губернатора и законодательного собрания Челябинской области вручили почетные гости. Более 10 жителей района получили грамоты и благодарственные письма главы муниципалитета. Собрание депутатов отметило пятерых активистов. Победителями районного конкурса благоустройства с денежным сертификатом среди городских поселений стала Межозерная, среди сельских первое место присуждено Степному, второе – Красненскому, третье место – Кирсинскому поселению. Более чем 50 представителей сферы сельского хозяйства наградили за достижения и в честь профессионального праздника. И династии есть, и традиции есть. Просто замечательные люди, которые и трудолюбивы, и могут свой район везде преподнести, и везде заслуженно его ответить. А также, знаете, наверное, еще заслуга главы Сергея Георгиевича в том, что вашему району всегда доверяют очень важные мероприятия районного значения, областного значения. Это говорит о том, что действительно здесь есть у кого посмотреть, что посмотреть, и есть показать, что показать все области. Спасибо вам за это. За агропромышленную выставку «Агро-2018» наградили главу района Сергея Булатова, главу Степного поселения Юрия Моисеева и предпринимателей, представивших свою продукцию на главной продовольственной ярмарке региона. В следующем году Верхнеуральский район станет участником федеральной выставки в Москве «Золотая осень», где товаропроизводители будут претендовать на медали и дипломы. Верхнеуральский район